В Санкт-Петербурге продолжается цирк вокруг ноготы копии статуи Давида. В прошлую пятницу арт-группа Север 7 на несколько часов прикрыла кепкой причину недовольств дамы, которая обратилась к уполномоченному по правам детей Питера с жалобой на мужика без порток на улице города. Сделали они это для того, чтобы показать, насколько абсурдна сама затея одеть произведение искусства. Художник группы рассказал, что кепка просто минимализм из всех предложенных идей, которая показала, что с ней наоборот создается иллюзия, что там что-то эдакое. Вообще я с ними согласна, одеть Давида это вандализм, хотя бы то и мнение, что все это устроили просто для привлечения внимания к выставке. Привет, меня зовут Елена Рассохина и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Натнешься на что-нибудь интересненькое, скидывай в дни новостной котелок. И сегодня мы начнем с, возможно, самой громкой новости ушедшей в выходных. Люк Айкинс и его головокружительный умопомрачительный прыжок без парашюта с высоты 7,6 километра. В эту субботу американский скайдайвер-экстремал Люк Айкинс прыгнул из легкомоторного самолета над городом Симми Вэлли в Калифорнии без парашюта с высотой 7,6 километра. Падал он со скоростью примерно 53 метра в секунду и через 2 минуты свободного падения приземлился на натянутую сетку примерно 30 на 30 метров на высоте 20-ти идашного дома. И не убился. Этот прыжок называют послан с небес. Айкинс вообще любитель выкинуться на высоте. До этого прыжка он прыгал с парашютом 18 тысяч раз, что, кстати, как раз на 18 тысяч раз больше, чем я. Ну, то есть, честно говоря, мне кажется, и с парашютом-то это довольно страшно и развлекало его, но Айкинсу стало мало, судя по всему. Сам Айкинс говорит, что поначалу отказался от этой идеи, но она его преследовала, и он все-таки решился. Этим прыжком он хотел привлечь внимание к науке, которая и стоит за тем, что он выжил. Мне, кстати, это тоже интересно, как они круто все рассчитали, но я все равно бы не решилась так прыгнуть. Айкинс молодец. А Австралия, походу, перегрелась и потихоньку ползет на север, хотя, на самом деле, не так уж и потихоньку. 7 сантиметров в год достаточно большая скорость для континентального дрифта. И это стало настоящей проблемой для людей, которые работают со спутниковой геолокацией. Уже сейчас GPS в Австралии всегда будет неправ. С тех пор, как карту континента исправляли в последний раз в 1994 году, она уползла со своего места чуть дальше, чем на метр. Что означает, что все координаты и вообще все связанное с положением Австралии ошибается на метр. Ученые посчитали, что к 2020 году Австралия уползет со своего места почти на 2 метра, а это вообще так себе, и поправки надо вносить в ближайшее время. Спутниковые данные о точном положении континента должны появиться в первый день будущего года, а пока имейте в виду, что Австралия не там, где кажется. Но напоследок у нас история а-ля русская классика. Супруги шатанского города Бингар 10 лет назад купили задешево старый стул на аукционе, а в нем оказались сокровища бриллианта. Общей стоимостью примерно в 5000 фунтов, что в тысячу раз дороже, чем они заплатили за стул. Почти десятилетия назад пара приобрела старый стол, но за неимением средств на новую обивку закинули его пылиться на чердак. Прошло лет 6, когда появились свободные денежки и супруг взялся за мебель на чердаке, а потом на годовщину свадьбы подарил жене кольцо с бриллиантом. Потом на День Святого Валентина преподнес ей украшения с драгоценными камнями, а потом даже на Пасху. Разумеется, возникли вопросы, и оказалось, что во время реновации стула супруг нашел заныканные под обивкой драгоценности, но решил не рассказывать жене об этом, а дарить ей их потихоньку во имя романтики. Честно говоря, он просто хитрющий хитрец, но в результате он все-таки рассказал супруге, откуда цаски. Она, правда, тоже сочла его поступок скорее романтичным, нежели несколько скрытным. В общем, повезло им, и я рада за них. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайся на мой канал Инстаграм и ставьте лайк. Напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержи.неновости.ру. Спасибо вам. Пока.